Народ, всем привет! С вами магазин автозвука Studio Sound 52. Мы продолжаем цикл обзоров на новинки от компании DEL Audio, на Sound Quality новинки, не боюсь этого слова. И сегодня у меня на столе четырехканальный усилитель Anaconda 4.90. Я уже делал обзор на такие новинки, как SQ-акустика. Это также была акустика Anaconda компонентная, мы ее слушали в стенде. Можете посмотреть этот видос. Снимали обзор мы на сабвуфер Anaconda 10-дюймовый, который до сих пор, кстати, стоит у меня в машине и радует качественным, классным звуком. И по сравнению с опусом двеняшки, который у меня стоял до этого, Anaconda 10 имеет более такой напористый, мощный бас, она играет намного громче. С учетом того, что там номинальная мощность плюс-минус одинаковая, катушки плюс-минус одинаковые. Но Anaconda, короче, мне больше нравится. Пока стоит у меня, езжу, кайфую, слушаю. Потом, возможно, что-то поменяю, но пока езжу с ней. И вот у нас на столе на очереди усилитель, которым, в принципе, все это можно раскачать. От него можно запитать и компонентную акустику, и этот же сабвуфер можно запитать. Да, он раскачает его не на полную мощность, но такая система имеет место быть от одного четырехканаля, когда запитывается и саб, и акустика. Итак, давайте мы, наверное, приступим сначала к распаковке этого добра. И потом я расскажу, что это вообще такое, с чем едят, сколько стоит, кому можно применять и так далее. В коробке нас встречает, как обычно, это все по стандарту. Наклейка, гарантийный талон, еще наклейка и ароматизатор. Классный, вкусный, красивый. Далее нас встречает усилитель. В комплекте мы имеем два предохранителя и болты для креплений. Про болты отдельная тема чуть позже расскажу. Итак, что мы видим на первый взгляд? Это красивый оранжевый усилитель с очень мощным корпусом. За такие деньги он выглядит прямо действительно круто. Стоимость усилителя 9990 рублей. По характеристикам, опять же, представлены на коробке, мы имеем мощность каналов 90 Вт при сопротивлении 4 Ома и 160 Вт при сопротивлении 2 Ома. В мостовом подключении 300 Вт мы имеем на два канала, соответственно, да, какой-никакой саб можно подключить. Ту же анаконду, в принципе, можно без проблем запитать бульты. По фильтрам от 10 до 18 тысяч Гц. Фильтры расширены, работают в байпас. Коэффициент гармонических искажений не более 0,03%. Соотношение сигнал-шум не менее 104 дБ. Чувствительность, но это уже не важно. Входная чувствительность, она плюс-минус везде одинаковая. Итак, давайте мы сначала поговорим о минусе, который присутствует на этом усилке. Я думаю, кто уже смотрел обзоры про этот усилок в курсе, что здесь у этого усилка нет ножек крепления. Да, есть такой минус небольшой. При производстве, видимо, вышел косяк. Вот сейчас его можно закрепить, этот усилок, просто на небольшие уголки. Крепим через вот эти вот крепления, 4 уголочка и без проблем ставим. Да, это немножко геморно, но что поделать? Усилитель недорогой. Но этого в ближайшее время уже можно будет избежать. Во-первых, компания заказала уже следующую партию усилков, которые будут с ножками на крепление. И также у них будут в продаже отдельные ножки для этих усилителей. То есть их, скорее всего, даже бесплатно будут прислать дилерам и дилеры раздавать тем, кто купил данные усилки. Так что не стоит переживать по этому поводу. Все будет нормально. Итак, давайте перейдем к фильтрам и подключению усилителя. Что мы здесь видим? Первое, что мы видим, это очень крутые и качественные терминалы подключения RCA кабеля, как на дорогих усилителях. Напомню, цена 9 990 рублей, всего лишь. По терминалам питания здесь у нас два терминала под 35 квадратов кабель. Опять же, с огромным запасом. Тут ремонт, два предохранителя по 40 ампер. Терминалы акустические. Здесь тоже с огромным запасом. Ну, я думаю, сюда, наверное, кабель 4 гейдж точно залезет. Такого здесь, конечно, не нужно. Максимум 12-ка. Может быть, даже 14 гейдж. Этого будет достаточно на большинство динамиков, тем более с такой мощностью, которая есть в этом усилителе. Так, что мы видим здесь в фильтровой части? Стандартный гейн чувствительность усилителя. Далее, HPF фильтр с множителем X10 от 10 Гц до 1800 Гц. Соответственно, множитель делает это до 1800 Гц. До 18000 Гц от 1000. Дальше, переключатель HPF фильтр в полную полосу для тех, у кого есть процессор, чтобы настраивать все с процесса. И байпас фильтр, который дает нам возможность настраивать и HPF, и LPF одновременно. Если нужно серединку, допустим, порезать, либо mid-bass. Допустим, нужно нам mid-bass порезать от 60 до 300 Гц. Без проблем включаем этот фильтр и настраиваем аккуратненько, точненько этими фильтрами. Соответственно, LPF фильтр тоже с множителем X10. Дальше, на третьем и четвертом канале точно такие же идентичные фильтра. Гейн, LPF, HPF, переключатель HPF Full и LPF. Обе пары каналов у нас умеют маститься. То есть, у нас есть множество вариантов подключения данного усилителя. Мы можем, допустим, два канала кинуть на акустику, два канала на саб. Либо оба канала на два сабвуфера, либо оба канала на какие-нибудь мощные mid-bass в мост подключаем. Ну, либо стандартная схема вперед-зад подключения. И без проблем все это мы можем отстроить. Итак, ребята, давайте теперь разбираться в преимуществах данного усилителя в своем ценовом сегменте. Среди всех одноклассников цена усилителя 9 990 рублей. И в этой ценовой категории есть огромное количество усилителей с подобными характеристиками. Первое преимущество, которое здесь есть, это расположение терминалов подключения и фильтровой части лицевой. По-моему, в этой цене... Ну, если есть, то там единицы прям какие-то усилителей. А для многих именно такое расположение удобно для подключения и настройки всего. Далее. Высококачественные комплектующие при сборке усилителей применяются здесь от брендов Samsung и Toshiba, что очень и очень редко в усилителях такого класса. Это обычно применяется в усилках там за 15, 20, 30, 40 тысяч рублей и так далее в небеса. Цены пошли. А здесь у нас в бюджетном усилке высококачественные комплектующие, которые позволяют нам добиться хорошего, качественного и мощного звучания от такой небольшой мощности. Всего лишь 90 Вт на канал. Следующее преимущество. Это мощный корпус, который позволит этому усилителю отлично охлаждаться, где бы то он ни находился. Но все равно не забывайте оставлять какое-никакое пространство для охлаждения там по несколько сантиметров, чтобы вокруг усилителя гулял воздух. Даже рекомендуется снизу его ставить с небольшой прослойкой воздуха, чтобы он снизу тоже охлаждался. Это только продлит жизнь вашего усилителя. И четвертое, последнее преимущество. Это расширенная кроссоверная часть, которая позволит настроить практически любую систему, которую мы подключаем к этому усилителю. Итак, мы имеем 4 преимущества. Очень таких неслабых преимущества. Цену в 9 990 рублей. Хороший звук. Его я вам в видео звук усилителя именно передать не смогу. К сожалению, но мы слушали, подкидывали к стенду. Не этот, другой усилок этот я из коробки только достал. В магазине, в общем, подключали, слушали. В принципе, за свои деньги очень и очень даже неплохо играет. То есть советую брать тем, кто не гонится за супер громким каким-то звучанием. Подойдет для тех, кто ставит компонент, ну, либо коакциальную акустику, какой-то простенький небольшой сабвуфер. Ну, то есть кто гонится за качеством звука. Все-таки усилитель направлен на саунд, квалити, звучание или SQ. И я считаю, что за такую цену он, ну, в принципе, подходит для этих действий. Да, тут не будет какого-то супер-супер звука. Вы этого не ожидайте. И те, кто говорит, что да какое SQ за 10 тысяч рублей. А вот ну такое, это все-таки, ну, качественная, хорошая вещица. Да, это не супер вау прям за 100, за 200 тысяч рублей. Но эта вещь достойна внимания и стоит обратить внимание тем, кто собирает себе качественные системы. Итак, ребят, усилитель Anaconda 490 в наличии во всех магазинах Studio Sound. Нижний Новгород, Владимир, Ярославль, Кострома можно приобрести на сайте на нашем studiosound.ru. Также на маркетплейсах в наших магазинах можно приобрести. Всем спасибо за просмотр. Ждите новых видео. Будет много-много видео в этом году интересных, классных. А всем спасибо. Всем пока. Пока.